Давайте вспомним все самые лучшие рецепты слаймов, которые мы делали. Привет, друзья! С вами канал Эллин Стар. Обязательно посмотрите это видео до конца. Ведь все любят самые интересные рецепты слаймов. И залипательные моменты. И, кстати, все рецепты в этом видео рабочие. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное. И выберите рецепт, который больше всего вам понравится. И напишите об этом в комментариях. Итак, приступим! 7 лучших рецептов слаймов из легкого пластилина. Рецепты Баттер Слаймов. Итак, для первого рецепта нам понадобится вода, легкий пластилин, пена для бритья и шампунь. Вынимаем пластилин из пакетика и кладем в емкость. Наливаем немножко водички. Добавляем шампунь, перемешиваем. Сразу добавляем пену. И перемешиваем. Слайм получился. Он мягкий и нежный. На ощупь очень приятный. Замечательный рецепт. Для второго рецепта нам понадобится, конечно же, легкий пластилин, вода, пенка для бритья. Кладем в емкость легкий пластилин. Разбавляем водой. И сразу пеной. Все перемешиваем руками. Смотрите, ребята, какая у него хорошая консистенция. Он мягкий. И кликает. Это же баттер слайм. Для третьего слайма мы возьмем крем для рук. Немножко водички. Клей по вам. И воздушный пластилин, конечно. Наливаем клей. Вот такого количества будет достаточно, так как у нас пакетик небольшой. Клей разбавляем небольшим количеством водички. Добавим где-то в чайную ложечку крема для рук. И перемешиваем. И теперь нужно так как-то растворить наш воздушный пластилин. Положим его целиком и разомнем. Я вижу, что клея у нас много, а пластилина мало. Поэтому мы добавим еще одну пачечку желтого легкого пластилина. Разминаем руками. По моему мнению, это самый крутой баттер слайм. Рецепт работает. Мы советуем всем сделать такой слайм. На ощупь он очень прикольный. Хорошо растягивается. Мягкий. Он размазывается великолепно. Этот баттер слайм масло. Но очень красивые из него получаются розочки. Для этого рецепта нам нужны гель для душа, пена и антисептик для рук. Ложим в емкость воздушный пластилин. Добавляем гель для душа. Также мы сразу добавляем пену для бритья и антисептик для рук. Вот так достаточно. И все перемешиваем. И вот он баттер слайм. Аромат геля для душа отразился в нашем слайме. И для этого рецепта мы возьмем жидкое мыло, обычную воду и, конечно же, легкий пластилин. Воздушный пластилин мы добавим мыло. Но сначала мы хотим добавить еще одну пачечку воздушного пластилина, для того, чтобы слайм получился побольше. Добавим мыло. И теперь немножко воды. И так несколько раз. Мыло-вода. Мыло-вода, чтобы у нас получился отличный баттер слайм. Главное, ребята, не перестараться. И не переборсить с мылом. И особенно с водой. Будьте, ребята, внимательны. Перемешиваем. Посмотрите, как он растягивается. С него можно лепить что угодно. Текстура превосходная. Он очень хорошо размазывается. Рецепт работает на отличном. Для этого рецепта нам понадобится Клей ПВА Воздушный пластилин Крем для рук И, конечно же, тетраборат Наливаем клей примерно 100 мл. Это вот на такую примерно пачечку. Примерно чайную ложку добавляем крема для рук. Добавляем пену для бредя. Перемешиваем. Сразу же добавляем тетраборат. Но надо быть очень осторожными, чтобы не переборщить со слаймом, чтобы он сильно не загустел. Добавляем чуть-чуть. Добавляем еще немножко тетрабората. Мы уклали слайм в емкость. А теперь туда добавим легкий пластилин. Нам надо перемешать легкий пластилин с этим слаймом, который у нас получился. Ребята, он немножко жестковат, поэтому я предлагаю добавить водички. Этот рецепт очень классный. Он действительно похож на лизун. С него делаются красивые розочки. Хорошо тянется. И для седьмого рецепта слайма мы используем легкий пластилин, лимонную кислоту, немножко водички и пену. Используем примерно пол чайной ложечки лимонной кислоты. Теперь добавим немножко водички. Дальше мы сразу добавляем пенку для бритья. И все тщательно перемешиваем руками. С лимонной кислотой мы немножко перестарались, поэтому мы используем тетраборат натрия. Текстура интересная, эластичная и легкая. Размазывается великолепно. Он не такой, как все баттер слаймы. Этот слайм можно сравнить с облачком. Он получился очень скользкий, но очень прикольный. Он как воздушная зефирка. Но это же баттер слайм. Всем в прекрасном настроении. Спасибо, что вы с нами. Пока.